Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 октября. Страдания святой великомученицы Параскевы. В то время, как нечестивый Сарди Аклетиан возник гомнение на христиан, в городе Иконии проживала одна благородная и красивая девица по имени Параскева. Родители ее, христиане, воспитала, научив дочь свою хранению святой веры и заповедей Господних, отошли ко Господу. Они оставили свою блаженную дочь наследницей большого имущества. Достигнув совершеннолетнего возраста, девица Параскева стала подражать вере и делам своих родителей. Она начала тратить свое имущество не на украшение своей юной красоты и молодости, и не на роскошную жизнь, но на одеяние ноги, пропитание голодающих, угощение странников. Параскева не обращала никакого внимания на своих женихов, домогавшихся сожительства с нею. Она скоро соделалась невестой единого бессмертного жениха, единородного сына Божия, для которого и жила в святости и праведности. Пресвятое имя его она исповедовала перед людьми непрестанно, всякий день приводя их тем к познанию истины. Некоторые из людей уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, а другие неверующие засловили святую. Параскева же смело проповедовала перед ними Слово Божие и изобличала суету бездушных идолов. Не желая слушать от нее таковых обличений, неверующие граждане схватили ее и предали побоям, а потом ввергли в темницу. В то время в иконию пришел некий военачальник, присланный в эту страну императором Диоклетианом с целью истребить там всех христиан. Граждане, приступив к нему, сказали «Святейший военачальник! В этом городе есть девица, которая верует в распятого Христа и проповедует его. Она занимается волшебством, немало же людей отвратила своим чародействам от принесения жертв нашим богам. Она не перестает произносить хуление на изображение наших богов и на самодержство. Услышав царское приказание о том, что должны быть казнены все непоклоняющиеся богам, мы схватили эту девицу и держим ее в темнице». Выслышав это, военачальник приказал представить святую перед ним на суд. Когда святая была приведена на судилище, то все увидели, что лицо ее сделало светлым, так что все удивлялись и говорили. Почему же печаль нисколько не удручила лицо, что лицо ее так сияет? Когда она стала перед судьями, военачальник посмотрел на нее и удивившись к красоте и благородству ее лица, сказал предстоявшим «Вы напрасно оклеветали эту прекраснейшую девицу, невозможно погубить такую солнцеобразную красоту». И он сказал ей «Девица, скажи нам твое имя». Святая Параскева отвечала «Я христианка, раба Христова». Военачальник сказал «Позерцание красоты твоего лица склоняет меня к ротости, а исходящие из твоих уст слова возмущают до глубины души. Я не желаю слышать таких речей». Святая отвечала «Всякий правитель, производящий справедливый суд, слыша правду, радуется, а ты, выслушав сказанную мною истину, прогневался». Мучительно это сказал «Я потому вневаюсь, что не получил от тебя ответа, ведь я спросил тебя о твоем имени, а ты мне его не сказала». Святая отвечала «Прежде всего мне надлежало сказать мое имя по вечной жизни, а потом уже объявить имя по жизни временной». Итак, «Я сказала свое имя по жизни вечной, что я христианка, Христова раба, а по временной жизни я родителям наречена Пороскева, так как родилась в день Пороскевы». Пороскева по-гристики значит «пятница». «Родители мои, продолжала святая, шестой день, который является вольными и сотворящими страданиями Господа Иисуса Христа, всегда почитали постом, молитвами и милостынями в честь Христа, веруя, что из любви к человечеству роду в этот день он излил свою кровь и положил за нас на кресте свою жизнь. Бога даровал им плод честного их супружества, меня, недостойную свою рабу в тот же именно день, который они добродетельно почитали, воспоминая страсти своего владыки. Им заблагорассудилось дать мне то имя, которое называется этот день. И вот от дня Параскевы я именуюсь Параскевою. Я общий со страстям Христовым. Военачальник сказал, перестань говорить эти безумные слова и принеси жертву нашим богам. Тогда я возьму тебя в жены и ты сделаешься обладательницей большого богатства и многие тебя будут величать на земле. На это святая Параскева ответила, я имею жениха на небе Иисуса Христа и в ином женихе не нуждаюсь. Тогда военачальник сказал, я помилую твою красоту и пощажу юность твою. Не щади временной красоты, сказала святая. Ныне она цветет, а на утро увянет. Помилуй выше себя, ибо тебя ожидает вечное мучение. После этого военачальник разгневался и приказал разобрать на ней одежду и бить ее суровыми жилами. Во время как били святую, она не испустила ни одного звука, но молча устами, сердцем, взывала ко Христу и спрашивая у него помощи в мучениях. Военачальник же все еще щадя красоту ее, ведь он поражался и соблазнялся ее красотою. Приказал перестать бить ее и стал кротко говорить ей, девица, пощади свою юность, не губи своей прекраснейшей молодости. Принеси жертву богам, и ты будешь жива и удостоишься еще большего от нас почета. Она ничего не отвечала ему на это. Тогда военачальник, разгневавшись, сказал, «Мне ли ты злое христианское отродье не отвечаешь?» Светала на это, клюнула ему в лицо. После того мучитель страшно расцверепев, приказал повесить ее на дереве и нещадно драть ее ребра железными когтями и растирать в лосинице ее раны. Ее плод таким образом была изодрана до костей. Правитель думал, что мученица скоро умрет, так как она едва уже дышала, сняла ее с дерева и ввергнула в темницу. Когда она лежала здесь, еле живая и уже безгласная от жестоких ран, в полночь явился ей ангел. Плечи и грудь его были перепоясаны крестообразным золотым поясом, а в руках своих он держал орудия христовых страданий крест, терновый венец, копье, трость и губу. Ангел сказал ей, явица, общий со Христовым страстям, восстань, я пришлан посетить тебя. Вытешение же твое в страданиях, я принес орудие страстей Господа нашего. Взгляни, честные орудия, крест и терновый венец и тленного жениха. Посмотри на копье, пробочие, животворящие ребра, на трость, написавшую прощение грехов всего мира и на губу, которая стерла Адама в грех. Итак, восстань. Христос, Господь, исцеляет тебя. И вот мученица восстала, как бы от сна, а явившийся ангел, приступив, хатер губой все раны святой мученицы. И все тело ее стало крепким и здоровым, а красота ее лица стала еще более поразительной. Она облабызала орудия христовых страстей, а рана та же поцеловала явившегося к ней ангела и прославила Бога. Небожитель после всего стал невидим. С наступлением утра пришли темничные стражи и нашли Параскелу здоровую и стоявшую на молитве. На ее теле не было ни одной раны. Испугавшись, они возвестили этому военачальнику. Последний приказал привести ее к себе и увидел ее здоровую, удивился. Он не ожидал, чтобы она осталась живой от ужасных ран. Снова удивляясь необыкновенно ее красоте, он сказал ей, Параскела, ты видишь, как наши боги пощадили твою красоту и сохранили тебя, даровав тебе жизнь? Святая на это сказала, о, военачальник, покажи мне даровавших мне жизнь. Военачальник поставил ее в храм своих богов, чтобы она посмотрела на их идолов. С ней пошли также идольские жрецы и множество народа. Все они думали, что Параскева желает поклониться их богам. Когда они вошли в храм, в котором было множество идолов, Параскела мысленно помолилась единому истинному пребывающему в вышних богу и, схватив за ногу, идола Аполлона сказала, я тебе бездушный всем вместе с тобой находящимся кленным идолом говорю, так приказывает вам Господь мой Иисус Христос, падите все вы на землю и превратитесь в прах. И вот послова святой встали и рассыпались все идолы. Когда все выбежали из идолского храма и стали взывать Велик Бог Христианский, скверные жрецы, увидев разрушение и гибель своих идолов, пришли к военачальнику и плача сказали ему, военачальник, мы говорили тебе, умерти эту волшебницу, так как она обольщает наш город, а ты не послышал нас, и вот она ныне своим волхованием сокрушила всех наших богов, исполнившись ярости военачально, и вздевом стал так допрашивать святую Пороскеву. Какими волхвованиями ты сделала это? Святая отвечала, с именем Господа нашего Иисуса Христа на устах я вошла в храм богов ваших и так помолилась моему Господу. Явись мне, Спаситель мой, ты, который даровал мне жизнь. И вот там Господь мой и Бог мой явился мне, а твои боги лишь только увидели его, от страха затрепетали и упавшие на землю разбились, показывая тем, что если они не могут помочь себе, то как помогут другим. Тогда военачальник приказал вновь повесить Пороскеву на древе и полить ее ребра свечами. Повешенная и полимая огнем, святая воздохнула к Богу и сказала, Господь и Бог мой, создавили промыслитель всей твари, ты проходил горящую печь тремь отроком, ты избавил от огня первомученицу в теплу, спаси же меня недостойную от рук этих мучителей. И внезапно явился ангел, прикоснулся к свечам и запылал весьма сильный огонь, истребивший множество беззаконников, а народ взывал Велик Бог Христианский и уверовал во Христа тогда множество народа. Военачальный, же заметив волнение в народе, боялся, как бы на него не восстал народ и поспешно приказал усекнуть святую мечом. В то время, как отсечена была я голова и ее, некоторые слышали голос на небе произносящий, «Радуйтесь, праведники, так как венчается мученица Пороскева». Христиане с болгавением похоронили тело святой в доме. Та, покончив подвиг мучения, прекраснейшая девица отошла к своему жениху, несла вместо елея кровь, где она вселилась с мудрыми делами в чатоге Христовом. На другой день утром беззаконный военачальник выехал на охоту, но конь его внезапно расперепел и сбросил его во враг. Упавший военачальник разбился и так злосчастно испустил свою окаянную душу. Святая же чистая душа великомученицы Пороскева отошла к Господу и от честных ее мощей подавались многие исцеления болящим. Во славу Господа нашего Иисуса Христа и Нужен за Отцом и Духом Святым да будет честь и поклонение вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.